Ваша стойка. Как вам в ладне стоять? Правой ногой вперед или левой ногой вперед? Чего это зависит? Это зависит от вашего склада. Есть левши, есть правши. А вы садитесь в криш. Далее вам нужно сесть на бортик. Садитесь на бортик. Здесь на бортике есть линия. Это для вас ориентир, где нужно садиться. Стараемся садиться так, чтобы линия была ровно возле вашей передней ноги. Если вы будете садиться дальше, при заходе на лот у вас будет сносить за волну. Если вы будете садиться ближе, то у вас очень часто будет пусков плывать. И также мы садимся максимально на край бортика. Если вы садитесь на бортик, то есть относительно линия. Мы садимся на линии, вот к линии. И мы двигаемся максимально на край бортика, чтобы ноги могли опустить вниз. А волна получается вот здесь будет. Да, волна будет прямо вот здесь, на позвонке. Далее берем доску, руки перед собой. И передней рукой придерживаем ее за нос. Помогаем себе опустить флот доски перед ногами. И опускаем его в ногу. Если вы доску будете опускать между ног, то вам будет неудобно ставить ноги. Придется что-то изобретать где-то в улице. Дальше. Удобно поэтому доску опускаем перед ногами. Далее ставим обе ноги на доску. И начинаем прижимать доску вниз. Давим вниз, прижали доску к воде. И давим на нее ровно под себя. Если толкать доску от себя, она уплывет. Если на нее не давить, она тоже уплывет. Соответственно, выставили доску ровно под собой. И далее, придерживаясь руками за бортик, начинаем двигать себя к основанию волны. Примерно на один корпус мы смещаем себя, сидя на бортике. И после этого вам нужно будет всем весом встать на доску. Руками придерживаемся за бортик, но уже полностью стоим на доске. И далее, передвигая руки, мы себя двигаем и съезжаем вот до сюда. Мы изначально установим сюда перекладину. За нее можно будет перенесываться. И до сюда съезжаем. Если в момент съезда вниз вы будете висеть на бортике, скорее всего у вас нет доска, и вы упадете. Поэтому очень важно всем весом быть на доске. Понятно. Где надо быть всем весом? Мы сейчас будем говорить историю. Следующий момент. Если вы все-таки здесь, как мы стоим на доске? И задняя нога, она ставится перпендикулярно к доске. Ставится она ровно под вот этот вот здоровый. Передняя нога, примерно на ширине плеч. Стопа развернута под 45 градусов. В принципе, вы можете ставить ноги так, как вам удобно. Но имеете в виду, если вы ставите ноги широко, вам будет очень легко передавить переднюю ногу. Из-за этого нос доски будет у вас станут, и вы будете падать. Поэтому более узкая стойка в данном случае предпочтительнее. Взяли корпус, мы немного поворачиваем в сторону носа доски, колени сгибаем, вверх держим на задней ноге. Процентов 7,7 сзади. Смотрим прямо перед собой. Когда вы будете находиться на волне, прямо перед собой, это будет примерно в район стерка. Если вы будете смотреть на воду, она будет вас эмплодизировать, завораживать, манить к себе, и, скорее всего, вы будете падать чаще. Поэтому старайтесь смотреть на что-то статичнее. Придерживаемся на палку, но стараемся на ней не висеть и не тянуться к ней. Если вы к ней начинаете тянуться, вы дарите на треть ногу, и, как мы уже помним, падаем. А когда вы все-таки падаете, падаем флашмя, не пытаемся спрыгнуть в соски и встать на дно, просто упали, и руками, предпечившими, закрываем лицо. Здесь все мягкое, поэтому ничего не бойтесь. Но если доска случайно прилетит вам в нос, это будет крайне неприятно, поэтому лицо, как за это мы закрываем. Вас выносит в конец в бассейн. Там вы встаете, подтягиваете к себе доску, берете в руки, снова проходите к партику и повторяете все по кругу. Как кантоваться? Управление движения вдоль волны мы осуществляем с помощью переноса веса. Проще всего понять это, управляя тазом. Вы двигаете таз вперед, у вас вес переносится вперед, вы начинаете вперед падать. В момент падения, когда вы теряете равновесие и вам кажется, что вы начинаете падать, вы начинаете очень хорошо ехать. Также, перенося вес назад, мы начинаем ехать назад. Здесь ключевой момент именно в том, что вам нужно потерять равновесие и начать падать. Если вы будете пытаться сместить вес вперед или назад, но при этом остаться устойчивыми на ногах, скорее всего, вы пойдете очень эффективно. И изначально мы стараемся оставить вес на задней ноге. Если при переносе веса вы начнете давить на переднюю ногу, очень вероятно, что нос у вас утонет и вы упадете. И, соответственно, перемещая таз на заднюю, либо на переднюю ногу, вы двигаетесь наверх, либо вниз по волне. И вы выходите. Призернуваясь в какое-то воду, вам будет значительно проще это делать. И как она идет. И учтите, что в момент, когда вы развернетесь на стол, а как валу можно руками держать, если она там сидит? Так она с такой мощью идет. И она как... Учитывая то, что вы еще присядете, гребень как-то будет порядка вашего роста. Соответственно, вы очень хорошо можете приезжать. И учтите, когда вы развернетесь на 180, вам нужно вес будет довести до переднюю ногу. Потому что, если вы оставили вон на заднюю ногу, вас просто кофе тонет и вы упадете. Соответственно, вы в этом момент разворот по 180 доведете на переднюю ногу и возвращаясь обратно, опять перенести вес на заднюю. Понятно, ну что? Сразу было понятно. Еще вопросы? А реально просто стоять? Стоять и все еще вполне. Это считается катанием? Уже время идет у тебя, смотри. Если в вашей голове зачитается катать, то да. Мы нам зачитаем. Еще вопросы? Два волна. Мои пицели на походе. Рома стоит уже. Мои пицели на походе. Стоять и все. Мои пицели на походе. Все очень. Мои пицели на походе. Мои пицели на походе. вот ребят сейчас рома девушкой катят мы за ними поток очень бурный и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok